Приветствую вас! Вы знаете, я, если честно, думаю, что пока что основная ваша проблема – это противоречия, которые наблюдаются у вас даже в тексте. Посмотрите, расстались с молодым человеком после двух с половиной лет отношений, до этого периодически расставались и сходились. Из-за чего расставались, как сходились, было ли при, так сказать, примирении выработаны какие-то решения или просто мирились, сходились и всё. В итоге не выдержал, прекратил, не выдержал чего, прекратил, соответственно, что? Отношения, да, прекратил, хорошо. Как вы это восприняли, как вы к этому отнеслись, что вы стали о себе думать? Вот, смотрим-ка, у него всё в порядке, психолог-манипулятор, знает, что ему нужно от жизни. Почему вы считаете, что психолог, вот меня отмечает немного, психолог и манипулятор? То есть, психолог – это профессия, а манипулятор – это, ну, скорее, такой стиль жизни. Вот, если у мужчины есть практика психолога, то есть, ну, психологическая практика, психологическое образование. Вот, знали ли вы, что он психолог и манипулятор, когда начинали снимать отношения? Сейчас вы говорите, что он манипулятор, соответственно, возникает вопрос, если он манипулятор, вы хотите связать свою жизнь с манипулятором? Или как? Так, я периодически, так, знает, что ему нужно от жизни. А вам, что вам нужно от жизни, вы знаете? Я периодически звоню, что-то прошу и спрашиваю, мне пока сложно выбросить его из головы. Почему? В чем сложно? Хочу вернуть обратно. Для чего? Зачем вы хотите вернуть его обратно? Чтобы что? То есть, вы отдаете себя сюда, что он манипулятор. То есть, вы хотите связать свою жизнь с манипулятором. Но если вы хотите связать свою жизнь с манипулятором, то вариантов у вас, на самом деле, не так много. Либо вы становитесь жертвами манипулятора, то есть, во всем ему подчиняетесь, тогда непонятно, из-за чего вы расставались. Либо вы становитесь равны ему, и боретесь с ним, и в борьбе, может быть, у вас наступает гармония, а может быть, нет. И неизвестно, сколько времени придется потратить на эту борьбу. Либо вы становитесь выше его и тоже подчиняетесь. Так, он, по всей видимости, чувствует свою необходимость и мою навязчивость, которые его немного раздражают. Ну, это вообще-то нормально. А вы признаете, что у вас навязчивость. А с чем связана ваша навязчивость, Анна? Навязчивость – это желание, потребность. То есть, вы хотите его вернуть. То есть, вы не хотите сделать его счастливым, вы хотите вернуть его для себя. Потому что вам сложно выбросить его из головы, он вам для чего-то нужен. Для чего, Анна? Зачем? Какая потребность удовлетворяется здесь? Что вы чувствуете? В прошлый раз потребовалось два месяца для того, чтобы он сказал «возвращайся». Так, в прошлый раз потребовалось два месяца для того, чтобы он сказал «возвращайся». То есть, это что, вы им манипулируете, что ли, получается, чтобы он сам вас позвал? Вы хотите? Так хотите? Сейчас ситуация немного изменилась, он как-то категорически уверен, что всё. Ну, возможно, он понял, что вы ему не подчиняетесь, возможно, он понял, что вы не поддаётесь, и поэтому решил с вами отношения прервать. Так происходит очень часто, если мужчина действительно манипулятор. Я увидел его на сайте знакомств, мы там и познакомились, собственно говоря. Скажите, Анна, а почему вы пошли на сайте знакомств знакомиться? Понимаете ли вы, какой контингент на сайте знакомств находится? То есть, я не говорю, что там все плохие обязательно. Но почему вы пошли на сайте знакомств? Потому что в жизни у вас, скорее всего, знакомство не получало. Когда вы пошли на сайте знакомств, что вас объединяло с мужчиной, когда вы познакомились с мужчиной? Вы пошли на сайте знакомств, познакомились с этим мужчиной, что вас с ним объединяет? Что общего-то между вами? Понимаете ли вы, что вы друг друга выбрали-выбрали по факту, как товар на сайте знакомств? Вот. Ну вот. Вы ему нужны для того, чтобы вас подчинять. И вы не хотите подчинять. Мужина не изменится сам. До этого, несмотря на доставание, он никогда туда не доходил. Что мне делать? Что делать, чтобы что? Если вы хотите его вернуть, то лучше вам здесь, на самом деле, смириться с тем, что пока человек решил расстаться. Заняться собой, значит, решить все свои трудности, которые у вас есть, решить все свои противоречия, которые у вас есть. Занять наиболее удобную позицию по отношению к мужчине, чтобы комфортно было и ему, и вам. Например, сейчас это наиболее оптимальная тема дружбы. То есть так и предложить ему дружбу сказать, что вот, дорогой, я поняла, что, значит, ты был прав, что мы действительно друг к другу не подходим. Извини меня, пожалуйста. Потому что, вот, теперь я буду работать над собой и, там, и так далее. Может быть, ты подскажешь мне, там, что мне нужно изменить в себе, чтобы, например, вот, ну, чтобы такого человека, как ты, не упустить следующий раз, там, и так далее. Да, то есть воспользуйтесь здесь принципом амортизации для начала. Это в качестве стратегии, в качестве стратегии, в качестве стратегии, в качестве стратегии поведения по отношению к нему. А сами при этом самостоятельно занимайтесь собой, вот, повышайте собственные цены, добивайтесь успеха, чтобы мужчина видел, что вы идете дальше. И если он манипулятор, то он, скорее всего, захочет вас опять подчинить, тем самым вы вызовете у него уже его внимание. А если же вам решать, как я уже, как я и говорил, если вы хотите быть манипулятором, право ваше, вопрос в том, готовы ли вы платить цену за такую жизнь манипулятору. Вот, поэтому что делать, чтобы что? Показать, что я знаю, но это его личное дело, но это и так понятно, что это его личное дело. Он будет самой там пометен, чтобы прерывновал или собственнический инстинкт играл. А зачем, Анна? Зачем таким образом привязывать к себе мужчину? Как только он поймет, что вы, как только он поймет, что вы, опять же его, он опять же будет или манипулировать, или отдаляться, или что-то в этом роде. Или не показываться там, а что еще хуже, 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 хуже чему, Анна? У вас нет отношений, вы уже расстались. Понимаете, вы ведете себя так, как будто у вас отношения есть, а отношений уже нет. Вы говорите, боюсь, что совсем исчезнет не вся, кто забудет и заведет новые отношения. И что? Пусть заведет. Пусть заведет, если вы расстались, если он не выдержал, прекратил. Пусть заведет, Анна. Вы не хотите, чтобы человек был счастлив, ну, при условии, что вы любите его. Пусть заведет, пусть сравнит. Пусть сравнит. Почувствует, что вас, что никого лучше вас нет. А если поймете, что кто-то лучше вас есть, значит, это не любовь, а значит, вы не были счастливы. А пока подумайте сами, почему вы так хотите с ним быть и не можете выкинуть его из головы, с чем это связано. Вот. Если у вас навязчивость, значит, возможно, есть и зависимость от него. А зависимость, это серьезно, и от нее нужно освобождаться. Вот. Понимаете? Какая история. Поэтому, тут вот так. Вот. Чего вы боитесь? Вот вы говорите, боитесь, что совсем исчезнет не надо, забудет и заведет новые отношения. А чего конкретно вы боитесь? Понимаете? То есть, если вы ориентированы на человека, на вот мужчину, то он заведет, значит, или не заведет, значит, это его сделать счастливым. А вы-то сами чего боитесь? Остаться одна? Или вы будете думать о себе хуже, из-за того, что мужчина завел новые отношения? Ну, если вы будете думать о себе хуже, то это, скорее, вопрос в том, как вы себя воспринимаете, вопрос вашей самооценки, вопрос ваших установок, которые не совсем адекватно здесь отображаются. Согласны? Вот. Поэтому все-таки отделите, пожалуйста, чего вы хотите для себя и чего вы хотите для мужчины. Отделите, пожалуйста, чего боитесь вы и чего, опять же, вы хотите для мужчины. Если вы чего-то боитесь, то вам проблема своего страха нужно решать самостоятельно, не за счет кого-то, чтобы в отношениях быть независимым. Вот. То есть, даже если вы решите быть с ним, несмотря на то, что он манипулятор, это ваш выбор, хорошо. Но в любом случае, в любом случае, нужно, чтобы вы были независимы, чтобы это был ваш свободный выбор. Мне нет ощущения, что это ваш свободный выбор, потому что вы просто не нашли знакомств почему-то, но вы же познакомились там с мужчиной почему-то. Вы ссорились из-за чего-то, вы сходились, то есть у вас постоянно вот эти вот конфликты, 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 конфликты. Это означает, что нет гармонии. Это означает, что людей привлекает друг к друге не желание сделать счастливым друг друга, а потребность сделать счастливым из себя. Ну так, и потребность сделать счастливым из себя это нормально, но это личная ответственность, без другого. Понимаете? Поэтому я рекомендую вам использовать это время для разбора в себе, для личностного роста, для раскрытия своего потенциала. А тогда очень может быть и мужчины вам нужны будут. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.